А эти кустики, которые все говорят, что они нужны, они в основном используются для нужд, ну сами понимаете, для физиологических. Не дадим вырубить вот эти 15 кленов. Мы на самом деле никаким образом не ломаем архитектурный ландшафт. В наших планах подземка 3 этажа, 8 этажей надземная часть и 18 тысяч квадратных метров общая площадь. Наши исследования в области космоса. Существует проблема именно в университете по удержанию платных студентов, что чуть ли не преподаватели заставляют писать за них какие-то работы, лишь бы они остались учиться, ну и соответственно платить деньги. Мое почтение, я Александр Михельсон и сегодня в переговорке на АМИК.ру ректор Алтайского государственного университета Сергей Николаевич Бочаров. Здравствуйте. Здравствуйте. Строительство нового здания университета, которое очень активно и давно муссируется в прессе. И вот хотелось бы ваше мнение на эту тему в объеме услышать. Вообще в какой стадии сейчас ваше личное мнение по месту, где планируется строить, ну я из прессы нашел практически во всех публикациях упоминания, лишь сквера напротив филфака. Вот даже поставить вопрос, нужны ли современные образовательные площади для города, вот даже вот так вот если поставить вопрос. Ну, наверное, абстрактно все сказали, ну, наверное, нужны. Безусловно. Безусловно. Теперь, нужны ли это университеты? Университеты, конечно же, новые площади нужны. Мы буквально задыхаемся от отсутствия площадей. Мы задыхаемся из-за того, что мы не можем организовать односменный учебный процесс. У нас постоянно факультеты вынуждены чередовать между собой, кто учится в первую смену, кто учится во вторую смену. Это очень неудобно, потому что лаборатории, аудитории могут быть востребованы и дальше, но нет возможности в них обучаться, потому что тут приходит другая смена. Плюс ко всему у нас не хватает площадей даже для того, чтобы заниматься культурными мероприятиями. Вот если ради интереса прийти посмотреть, что происходит после 6 часов вечера, все более-менее широкие площадки, это коридоры, это холлы, они заняты танцующими студентами. У нас очень активная такая культурно-массовая жизнь. Ребята на волонтерских принципах, просто исходя из своих личных интересов, участвуют в театральных студиях, танцевальных коллективах. И поэтому они постоянно везде репетируют. Не хватает здесь. А если мы говорим о том, что нам нужны современные лаборатории для научных исследований, то это вообще проблема. Тут же проблема какая. У нас очень многие исследования, они же завязаны прежде всего на использовании таких химических препаратов, которые, так называемые, прекурсоры, которые имеют взрывоопасный эффект, могут к отравлению приводить. Это же вообще особое требование к помещениям. Поэтому все вот эти проблемы, которые нарастают, потому что у нас постоянно растет число новых образовательных программ, у нас увеличивается количество студентов, можно решить только с помощью новых площадей. Что мы сейчас делаем? Мы там где-то что-то арендуем, где-то у нас ребята учатся, но это же ненормально. Это же ломка расписания. Что значит приехать, допустим, с корпуса на Калинина в корпус на Молодежную, который у нас находится. Это считаем минус одна пара. Особенно, когда такое количество снега и пробки в городе. Пробки и снег, это минус одна пара. Но это же ненормальный учебный процесс. Поэтому все это должно быть где-то в одном образовательном квартале. Поэтому мы и говорим. Все ваши аргументы просто неоспоримы. Но в чем камень преткновения? Я так понимаю, он именно в месте строительства. И есть какие-то, наверное, тем не менее аргументы против. Так вот, хотелось бы ваше мнение именно по локации понять. Камень преткновения, на мой взгляд, заключается в том, что просто многие из тех людей, которые двигают контраргументы, они просто до конца не разобрались, о какой площадке идет речь. Давайте проясним. Площадка эта расположена ровно между нашим корпусом Димитрова и бассейном ОППИ. Вот та площадка, где торгуют медом на площади сахара, она даже не затрагивается. Мы вот доходим до нее и все. То есть речь идет просто об этом маленьком пятачке. Если вспомнить, что во всех массовых гуляниях как раз турникеты ставятся где-то примерно на этом уровне. Дальше просто людей не пропускают. А эти кустики, которые вот все говорят, что они нужны, они в основном используются для нужд, ну, сами понимаете, для физиологических нужд. Не профильных. Не профильных, да. То есть мы на самом деле никаким образом не ломаем архитектурный ландшафт. Площадь сахарова, она как бы была обозрима. Она остается, если встанете на ступеньки дворца спорта, вы точно так же увидите площадь. И те, кто торгуют медом, тоже могут быть спокойны. Совершенно верно. А это, пожалуй, главное. Более того, мы же еще со своим корпусом-то что планируем? Мы планируем как раз вот разгрузить центр автомобилями. Вот три подземных этажа для стоянки автомобилей. Вот для того, чтобы студенты приезжали. Сергей Павлович, вы невольно сами перешли к следующему вопросу. Я как раз и хотел, и это действительно всех совершенно интересует, потому что нет какой-то внятной из первоисточника информации, о каком вообще здании идет речь. То есть я услышал, что три подземных этажа. Александр, вот в чем сложность? Вот говорить о каких-то технических параметрах здания невозможно до тех пор, пока проект не был хотя бы в черне, утвержден городостроительным советом, и не было бы действительно разработано проектно-смертная документация. Я могу просто сказать, что в наших планах подземных три этажа, восемь этажей надземная часть и 18 тысяч квадратных метров общая площадь. А вот конфигурация конкретная, она же зависит от проектно-смертной документации, нужно провести исследование, нужно посмотреть, какие там почвы, где у нас какие там варианты. И этого пока нет ничего. Чтобы это сделать, нам нужно пройти городостроительный совет. У нас есть разрешение на проектирование, которое подписано Министерством науки и высшего образования. Оно подтверждено. Они говорят, пожалуйста, разрабатывайте документацию и заявляйтесь на финансирование. Поэтому то, что сейчас общественники выдвигают контраргументы, они на самом деле говорят о том, чем может быть в жизни и по-другому немножко будет. То есть, вот говорят, аргументы один слышим, что давайте вырубим, не дадим вырубить вот эти 15 кленов. Но я еще раз говорил, что вот в компенсацию вот этих 15 кленов будет очень много для этого сделано. Будет и зимний сад внутри корпуса. Мы на крыше планируем поставить деревья для того, чтобы они озеленяли вот такой зеленый уголок вверху. Смотровую площадку планируем сделать, чтобы понять, как это будет выглядеть. Сходите к нашу университетский дворик. У нас там в катках растут деревья, пожалуйста, среди асфальта. Не так давно в прессе появилось интервью вашей коллеги госпожи Мансуровой, которая была в свое время деканом факультета журналистики, которая сказала, что существует проблема именно в университете по удержанию платных студентов, что чуть ли не преподаватели заставляют писать за них какие-то работы, лишь бы они остались учиться, ну и, соответственно, платить деньги. По-вашему, есть вообще такая проблема? Ну, да, действительно, похожая проблема есть. Я с большим уважением отношусь к Валентине Дмитриевне, я хорошо знаю ее как большого профессионала, но мне кажется, что в некоторых моментах она немножко сгущает краски. Она действительно подняла очень такую интересную тему, вот что делать с тем студентом, который не показывает нужную успеваемость, которую необходимо отчислять. Но платит при этом деньги. Но платит при этом деньги и, по сути дела, способствует тому, что университеты повышают материально-техническую базу и, соответственно, получают возможность развивать научные направления, да и те же новые образовательные программы. Ну, что прежде всего нужно отметить, что отчисления в университете есть. Достаточно только посмотреть по приказам, которые подаются к отчислениям, что это не один, не два человека, это просто десятки. Я вот из последних фактов помню, что, допустим, на юридическом институте подали списки начислений порядка 60 человек. То есть нельзя говорить, что вот это полностью соответствует действительность, такое утверждение. Хотя сложная дилемма, перед которой стоит университет, она действительно присутствует. Мы пытаемся ее решить. Действительно, мы пытаемся помогать ребятам задолженность свою закрыть для того, чтобы остаться учиться. Но если мы говорим совсем уж о злостных нарушениях, то, конечно же, такие ребята просто отчисляются. Каких ребят мы стараемся сохранить? Ну, вот если проанализировать, бывают истории, когда, ну, это же жизнь, это же люди. Ну, не сошлись характерами, условно говоря. Возникли конфликты личные. Или студенты не поняли дисциплину просто потому, что не хватило часов, допустим. Конечно, здесь мы стараемся идти навстречу для того, чтобы каким-то компенсаторным механизмом вот как раз вот отставание ликвидировать и чтобы студент сдал все свои долги. Медицинский университет, он ведь теперь тоже университетом называется. Недавний, ну, буквально скандал с увольнением ректора. И причина была, наверное, одна из самых серьезных претензий была в большом количестве зарубежных студентов, которым делали всяческие преференции, вплоть до предоставления общежитий в ущерб нашим студентам, ну и так далее. По крайней мере, это очень активно муссировалось в прессе. Есть ли у вас вообще такая проблема? У вас есть вообще студенты из-за рубежа и сколько их? У нас есть студенты из-за рубежа. У нас их порядка полутора тысяч, что на текущий день составляет 14% от общего контента. Довольно большой процент. Да, мы на большой процент вышли. Это действительно сопоставимо даже с ведущими московскими университетами, которыми ориентированы подготовку как раз иностранных студентов. Но здесь нужно что сказать? Обвинять именно по этому основанию, я думаю, это неправильно, потому что существуют установки со стороны правительства Российской Федерации, которые зафиксированы в национальном проекте образования, в федеральном проекте экспорта образования. И где четко указано, что по большому счету Российская Федерация через свои образовательные учреждения должна усилить свое влияние на зарубежные страны. Не надо забывать, что вот приехавший студент сюда, он же обеспечивает потребительский спрос. Это прежде всего питание, это проживание, это покупка одежды. Они где-то тут могут и подрабатывать, особенно если это представители центрально-азиатских стран. То есть они стимулируют и рынок труда, и потребительский спрос. По оценкам таким, которые проводил Ранхикс, но они не свежие данные, но тем не менее можно посчитать, что в среднем один иностранный студент порядка 16 тысяч рублей в месяц тратит. Ну умножить их на количество, это сотни миллионов получается в год. Это часть городской экономики. Некоторые соседние у нас города, сибирские, они вообще на образовательной миграции сфокусировали упор. Это тот же Новосибирск, это тот же Томск. Там же большие цифры получаются именно для городской экономики именно через привлечение. Поэтому говорит о том, что нам не нужен иностранный студент, но это уже совершенно современная тенденция не учитывать. Хочу задать вам общий вопрос, как вы относитесь к высшему образованию в целом? Есть, наверное, мнение, которое имеет под собой почему, что сейчас высшее образование стало некой формальностью, которая просто позволяет более эффективно двигаться по социальному лифту дальше человеку, но тем не менее не несет уже вот той настоящей сути своей высшего образования, то есть не делает из человека настоящего специалиста. Как вы к этому относитесь? Ну, вопрос на самом деле непростой. Здесь есть несколько составляющих. Первая составляющая – это, конечно, физиологические составляющие. То есть с чем связано приобретение знаний? Ну, образуются новые связи в мозгу. Для того, чтобы они образовались, надо человек поставить в ту ситуацию, когда он вынужден обучаться. В обычной жизни, не имея никого прикладного применения и не ставить перед собой проблемы. Человек просто не будет самообразовываться. Он будет заниматься преимущественно развлекательными вещами, развлекательным контентом, телевизор, телефон, соцсети и так далее. Это все сиюминутные поверхностные знания, которые не позволяют сформировать системную картину мира, системное отношение к проблеме. Вот образование эту проблему как раз решает. Оно решало это и столетия назад, и сегодня и будет и дальше решать. Я действительно слышал такие высказывания, что высшее образование себя изжило. Но прежде всего, от кого эти высказывания я слышал? От блогеров. От блогеров раз, и второе – от представителей так называемой консалтинговой сферы, которые зазывают всех на свои курсы. И они говорят, ну что вы, зачем ходить, получать пять лет образования, когда можно прийти к нам, получить суперзнания в короткие сроки, по совершенно смешной цене. Они ведь ваши конкуренты. Совершенно верно. Это обычное высказывание конкурентов. Но еще один момент – это научный процесс. Научные знания формировались одиночками где-то когда-то в средние века. Сегодня научный процесс – это просто колоссальное средство, это много людей, объединенных в коллаборации. И получить прирост этих знаний можно только в профессиональных коллективах, получающих большую поддержку. В одиночку сделать невозможно. Это можно сделать только через либо научные институты, либо через научно-образовательные учреждения, к которым относятся обычно университеты и классические вузы. Поэтому все это вместе не позволяет говорить, что образование отмирает. Оно никуда не умрет и будет дальше развиваться. Просто вы второй подтекст подняли. Вы говорите, что не соответствует требованиям, что слабая подготовка. Это просто мы говорим о качестве образования. Вот здесь, да. Вот здесь, к сожалению, сейчас происходит трансформация технологии обучения. Мы все больше отходим от классических лекционных занятий в сторону технологий получения знаний нового формата. И вот здесь еще не до конца все освоено, не до конца мы перешли на цифровую подготовку. И вот здесь в процессе перехода могут где-то в каких-то местах, особенно, наверное, где-нибудь в тех вузах, которые не очень сперят за качеством образования, случаться такие факты, когда выпускники не соответствуют запросам. Но это ситуация временная, как мне кажется, потому что все больше вузы в сторону непосредственных работодателей обращаются, совместные образовательные программы, совместные научные исследования отправляют все больше ребят на практику. И поэтому наши программы становятся все больше практикоориентированными и уже претензий все меньше и меньше. Раньше была четкая совершенно схема, когда был завод такой-то, который, по сути, отправлял человека на учебу, буквально от станка, и который должен был вернуться по прописанным каким-то правилам на этот завод и отработать столько-то времени. То же самое касалось учителей, врачей, ну и так далее, тому подобное. Но это было бесплатное образование. Сейчас образование платное. Есть ли какие-то у нас здесь предприятия, задачи которых вы вот таким образом, подготовив специалистов, решаете? Тут просто нужно понимать, что мы ограничены механизмом. В качестве заказчика вот такого целевого набора может выступать только предприятие бюджетное. Это муниципалитеты, это различные унитарные предприятия. Вот они могут к нам выступать с просьбой, что они у нас заказывают обучение студента, но при этом студент берет на себя обязательство, что после обучения он обязан вернуться туда на предприятие и какое-то время отработать. Причем с 2019 года действует такой механизм, что и предприятие обязано предоставить рабочее место. То есть такого, что оплатил и оно не востребовано, теперь быть не может. Здесь двустороннее обязательство. Один обязуется прийти поработать, а другой обязуется трудоустроить. Но так или иначе для вас это, тем не менее, коммерческий процесс? Это в рамках целевого приема. Это в рамках бюджетного набора. То есть это часть бюджетных мест, которые выделяются на направление подготовки и выделяются как раз для целевого приема. Оплачивает то предприятие, которое заказало? Или это государственные деньги? А какой процент сейчас у вас бюджетников? У нас сейчас менее 10%. Но мы планируем нарастить цифру, установленных параметров национального проекта до 10% в ближайшие год-два. А сколько сейчас? Ну, порядка 5%. Порядка 5%. Это по стране нормальный процент? Ну, даже не по стране, если вот смотрим, прежде всего, на направление подготовки. И если взять тот же медицинский университет, у них по целевой подготовке порядка 30%. 30%. Да. Потому что наибольшая заинтересованность именно региона, именно больниц, что действительно большой дефицит врачебных кадров, поэтому у них такой более высокий процент. Чтобы закончить, со студентами во всех проявлениях распределение по профессиям, по факультетам, кто в лидерах? Те самые юристы с экономистами? Ну, вот если говорить по количеству, то наиболее массовым факультетам, действительно, мы говорим прежде всего о юридическом институте, о Международном институте экономики и менеджмента информационных систем, это так называемые экономисты. Это географический факультет и факультет массовых коммуникаций. Эти факультеты у нас доминируют по количеству студентов. Остальные факультеты в меньшей степени по количественному составу как раз обладают контингентом. То есть лириков больше, чем физиков все-таки? Биологов и физиков меньше, я так понимаю? Биологов, физиков и химиков, безусловно, поменьше. Ну, это, прежде всего, связано с тем, что ребят, которые склонны именно к естественной наукам, их действительно меньше, чем гуманитариев. И процесс подготовки, конечно, сложнее. И лабораторная база нужна более серьезная. И есть ограничения как вот именно такого, опять же, физиологического характера, да, и есть ограничения материально-технического характера. Да и, наверное, в будущем профессии не такие востребованные. Но, к сожалению, так сейчас. Ни в коем случае. Нет, здесь я полностью с вами не согласен. Профессии наиболее топовые сегодня и наиболее перспективные с точки зрения выстраивания карьеры, это, прежде всего, связано с естественной наукой. Это инженерные специальности, это биотехнологии, химико, фармацевтические технологии, физические технологии. И у нас сколько ребят востребовано с физико-технического факультета, у нас фактически все они находят приложения в информационной сфере. С точки зрения мобильности, научной карьеры, это наиболее интересное как раз направление, куда надо идти учиться, нежели просто пойти, допустим, на свою специальность в среднестатистическом гуманитарии. Стать одним из миллиарда юристов. Был у нас неприятный момент в крае, когда не прошел аккредитацию один из старейших вузов, политех я имею в виду, а вы прошли, более того, вы ее прошли со своими филиалами. Все ли было ровно или были какие-то сложности? Ну, процесс аккредитации – это всегда стресс. Другое дело, насколько к нему готов. То есть профессионал отличается от обывателя тем, что он тренируется и в стрессовой ситуации срабатывает нормально. Так вот, наш коллектив как раз два года готовился к процедуре аккредитации. А это же действительно, это абсолютно все процессы. Материально-техническая обеспеченность, пожарная безопасность, работа с инвалидами, содержание образовательных программ. В общем, все-все-все нюансы, которые заложены в федеральных государственных образовательных стандартах, они подлежали проверке и приведению в соответствие. И действительно, это напряженная работа всего коллектива на протяжении двух лет. И она увенчалась успехом как раз в марте 2019 года. Нам теперь на шесть лет дали право набирать и готовить специалистов. Магистрантов, бакалавров и аспирантов. И поэтому все, кто к нам приходят учиться, могут быть спокойны в том, что получение диплома государственного образца им гарантировано. Впервые за историю небольшую программы «Переговорка» у меня в руках появился листочек. Почему? Потому что хочу довольно длинную цитату зачитать. Так вот, в одном из интервью вы сказали, что в университете есть перспективные проекты в области биотехнологии, продвижения информационных продуктов для агробизнеса, информационно-аналитического сопровождения хозяйственных и социальных процессов. О чем вообще идет речь? Мы продолжаем говорить про достижения университета. Какие это технологии? Что-то вы изобрели великое или на грани изобретения? У нас есть несколько направлений, которые являются топовыми даже с точки зрения мировой науки. Это, прежде всего, нужно упомянуть наши исследования в области космоса. У нас есть своя лаборатория космического мониторинга, которая работает совместно с МЧС и проводит круглосуточный мониторинг территорий не только Алтайского края, там целая полоса Российской Федерации. Прежде всего, для интересов предупреждения различных чрезвычайных ситуаций, паводковых ситуаций, пожаров и так далее. Дальше мы говорим, конечно, о развитии биотехнологических направлений. У нас есть целый ряд проектов, которые реализуются рядом подразделениями. Это инженерный центр промбиотех, НИИ биологической медицины, Центр прикладной биотехнологии. И здесь у нас несколько проектов, которые по линии поддержки Алтайского края. У нас есть проекты, которые выигрываются по линии поддержки РФФИ. Поэтому здесь, в этом направлении тоже у нас много интересных прорывных вещей, которые находят подтверждение даже через рейтинги. Есть еще такая тема, связанная как раз с подтверждением научного статуса университета. Это вхождение нас в различные предметные рейтинги. Так вот, по направлению биологии, по направлению физики университет входил в глобальные рейтинги. Это означает то, что, по сути дела, мы находимся на одном исследовательском уровне, примерно в рамках тысячи университетов планеты. И тем не менее, про конкретные изобретения хотел бы уточнить. Вот что-то, что можно сказать, вот оно, и мы это сделали. Ну, допустим, стимулятор роста, который разработан профессором Александром Ивановичем Шмаком. Стимулятор роста растений. А потом у нас есть технология и приборы, которые также разработаны нашими коллегами по анализу ДНК растительного сырья. Для чего это нужно? Ну, вот не секрет, что примерно 70-80% БАДов, которые продаются в аптеках, это фальсификаты. Ну, фальсификаты в каком плане? Что при их производстве использовано не то сырье, что заявлено лекарством. Ну, там взяли немножко не ту травку. Или не из того места. Или вообще даже... Или не травку. Или не травку. Там действительно может быть все что угодно. Так вот, взяв образцы на пробу, можно через выяснение ДНК вот этих вот растений сказать, что было положено вот в основу этого лекарственного препарата. И сказать, фальсификаты это или это действительно тот препарат, которым можно верить. Наши микробиологи нашли штаммы микроорганизмов, которые используются для антибактериальной обработки. Ну, их можно использовать и как бы обработки, значит, коровников, птичников и так далее. Так называемые дезинфектанты. Есть у нас разработки в области ферментации для сродельной промышленности. Ну и вот, то есть, если пойти по списку, то можно довольно широкий спектр исследований. Буквально на этой неделе появилась информация, что Алтайский государственный университет стал единственным вузом Алтайского края, который попал в проект поступления в вуз онлайн. Действительно так вообще? Что это за сервис? Действительно, Дмитрий Анатольевич Медведев еще в бытность премьером озвучил, что с 1 января 2020 года будет в рамках сайта госуслуги действовать личный кабинет, который называется «Поступи онлайн». Смысл его заключается в том, что абитуриент размещает свои данные для поступления, документы для поступления и через кабинет госуслуги направляет свою заявку на поступление в вуз. Причем он может это делать не в один вуз, а в несколько вузов. И с помощью этого кабинета ему не надо ехать непосредственно в вуз для того, чтобы сдавать документы, ему не надо приезжать смотреть списки, кто куда подал, потому что все прозрачно становится видно у него через его личный кабинет. В 2024 году этим сервисом, он называет «Суперсервис поступи онлайн», будут охвачены все вузы страны. Но действительно в этом году, в 2020 году, в качестве пилотного вуза Алтайского края вошел Алтайский государственный университет. Поэтому мы планируем не менее 10% наших абитуриентов зачислить именно через вот этот вот «Суперсервис». Если абитуриент видит, что он не попадает в число претендентов на бюджетные места, он может тоже в электронном режиме переключить, перепадать свой пакет документов в другой вуз. Спасибо большое. Я желаю вам удачи на этом трудном поприще. И чтобы наш университет развивался так же стремительно и дальше. Все для этого дела. Нет, ну вот то, что вы рассказали, оно ведь действительно очень позитивные вещи.